Солнце и плечи, ветер и волосы, Время устало делиться на полосы. Жизнь в обещании вечной весны. Я сочиняю вам стихотворение, Я начиняю его озарением. Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. Как вы считаете, есть разница в отношении публики к представителям секс-меньшинств, известным, таким вот артистическим и просто обыкновенным людям сольцам? Ну, ты знаешь, я, как правило, думаю, что люди не знают о настоящей сексуальной ориентации Финь-Звезды, Да, потому что преподносится, как правило, всё очень натуралистично. Всем же известно, что он в шоу-бизнесе, особенно в попсовой части, но, наверное, 80% представителей мужского пола – это гомосоциалисты, да? Если этот Робби Вильям всю свою жизнь пел в вид девочки, а потом вдруг оказалось, что на самом деле он всю свою жизнь пел в мальчиками, мне кажется, что вот это девочкам-фанаткам просить полно ему. А если человек с самого начала совершил камин-аут, да, допустим, как Джордж Майкл, то, ну что, Джордж Майкл офигенный, мужественный, сексуальный во всех отношениях человек, и, ну, то, что все знают, что он гей, по-моему, его сексуальность не сделает меньше, он не менее сексуально привлекательный. Павел, вы как-то представитель всех 20%, которые не все-таки относятся к сексуальным и сексуальным шоу-бизнесам, что вы думаете? Ну, как раз, чтобы успокоить сексуальные месяцы, я считаю, что это как раз в шоу-бизнесе, существует, наверное, даже дискриминация какая-то гетеросоциалов. В общем, хотя меня это не обижает лично, но бывает в отношениях, да, какой же он артист даже не гетеросоциалист. Вот, я думаю, что мы неправильно говорим, почему нужно прощать вообще артистов, потому что, конечно, мы должны делить людей не на гомосексуалистов и натуралов, а на людей, сковывающих и нарушающих чью-либо свободу, или не сковывающих. То есть мне Оскар Уайлд и Артюр Рэмбоу намного ближе, чем Гитлера, который не был таким явным специалистом. Так же, как сложно определить, где порно, где эротика и где мультфильм, так же сложно определить наши отношения с другими людьми. Нужно развивать сердце, нужно просто иметь больше любви в сердце. А где граница между... Никогда не чувствуется чувство вины, потому что оно рождает комплексы. Когда человек закомплексован, ему сразу хочется доказать другим людям что-то. Из таких людей рождаются агрессивные гитлеры, наполеоны. Так что спокойно нужно жить и не чувствовать вины. А вина это самый главный грех, по-моему. Миша, ты как думаешь? Пока. Пока.